Архиепископ Антоний Голынский-Михайловский Путь умного делания О молитве Иисусовой и Божественной благодати Предисловие Отчему, если возможно, доминует меня чаша сия Впрочем, не как я хочу, но как ты Евангелие от Матфея, глава 26, 39 стих Две выраженные здесь мысли Господи, помилуй мя, и буди, Господи, воля Твоя святая Составляют сущность молитвы Иисусовой Прежде всего, нужно знать, что молитва Иисусова Есть действенная суть покаяния, указанная Христом Господом Она научает делателя отсекать желание своей воли Любить Бога более твари Искренне смиряться Истинно познавать себя Никак на себя не надеяться Приписывать все доброе не себе, а Богу И за все воздавать Ему славу Молитва Иисусова приближает к Богу А примирение с Богом порождает истинную любовь к ближнему Молитва соединяет душу с женихом ее Господом И становится беседой между Господом и душой Великое дело Иисусовой молитвы Начинается со словесного труда В деятельный период и простирается до периода созерцательного Возводя человека к истинно духовной целомудренной жизни А достойнейшие Те, которые не сквернились с женами Достигшие устроения истинного духовного девства Сподобляются наивысшей добродетели молитвы зрительной Молитва по мере действия в ней Слово, Ума, Сердце и Духа Божьего Имеет соответствующее наименование Она бывает словесной, умной, деятельной Умно-сердечно деятельной Эти три вида молитвы доступны человеку в период его ветхой деятельности То есть до всецелой преданности его в волю Божию Последующие два вида молитвы обретаются подвижником Лишь по очищении сердца от страстей и греха И именуются умно-сердечной самодвижной Движимой Духом Святым И умно-сердечной чистой или непарительной Последнее Есть истинно созерцательная молитва Доводящая все добродетели, будучи всем и матерью До совершенства духовного целомудрия Самые достойные через эту молитву Приводятся к соединению души с небесным женихом в единый дух Человек тогда обретает высший дар – молитву зрительную Тогда, соединившись с Господом, он зрит, уразумевая великие тайны Божии И при мудрости его прославляет всем своим духовным существом Святую Троицу, стяжав в сердце Бога На пути к Богу молитва бывает неотложным духовным оружием ума Так как брань ведется с духами тьмы, действующими через страсти С самими страстями, с плотью и миром Которые, принадлежа земле, к земле и влекут Молитва меч духовный, все эти полчища зол посекает, приводя в полное бездействие Обнажает бессилие злобы пред могуществом Божиим Дает разуметь немощь человеческую в борьбе со злом И изменяет само естество человеческое Молитва неуязвимо ведет очищающийся ум немощный сам по себе Но подкрепляемый Богом и душу сквозь все смертоносные искушения Славя Бога, всемогущего Творца Молитва Иисусова Из сердца бы исходит помышление злая Евангелие от Матфея, глава 15, 19 стих Так прорекли уста сладчайшего Господа Иисуса Подвигоположника, начальника и учредителя делания истинного покаяния После падения, после того, как человек возлюбил свою злую, несовершенную волю Более всесовершенной воли Божией Зло бы вошло в его сердце Своеволие отдалило душу от Господа И человек остался лишь со своими ничтожными силами Ему надлежало противостоять злу, что без помощи Божией невозможно А ум и душа человеческие, возлюбив своеволие, утратили свою светлость А с ней способность развлечения добра и зла Утратили рассуждения, обнажающие козни дьявола Неведение чада помраченного ума, возлюбившего свою волю, объяло ум и душу Неведение породило самомнение, а отсюда произошло смущение, которое есть и мать, и черь Всех страстных волн, вздымающихся в сердце человека Так корабль ума и души непрестанно погружается в море смущения, потопляемый своеволием Все это произошло с человеком по причине помрачения ума Сердце наполнилось неестественными привычками, страстями А последние, укоренившись в сердце, срослись с естеством человеческим И против желаний ума и сердца вовлекают человека в неподобающую ему страстную жизнь Сатана, будучи виновником и начальником тьмы, не замедлил полновластно явиться в помраченном уме и страстном сердце Так сердце, предназначенное быть обителью Бога, превратилось в вертеп разбойников, демонов и страстей Человек пребывает в падении, ум и душа отклонились от естества, перешли в состояние нижеестественное Выйти из этого тяжкого положения одними своими силами невозможно Страсти получили силу естества, при этом сатана много сильнее и хитрее неопытного ума И перехватывает всякое человеческое намерение к добру, отчего человек, иной раз совершая, как ему кажется, добро Пожинает плод в виде усилившихся страстей Бывает, что человек отчаивается в своем спасении и оставляет свои труды, а иногда, что хуже всего, накладывает на себя руки Но следует знать, что в таком отчаянном положении человек оказывается только тогда, когда он ведет борьбу не именем Божиим, а пытается бороться собственной силой То же, кто на Бога возложил свое упование, тот именем Божиим побеждает, а, бывая побежден, вновь встает и борется до окончательной победы Тьмой неведения человечество было объято со времен пришествия Христова Люди томились, непрестанно смущаясь и тяжко скорбя всем своим существом, взывая к Богу И Господь привел в исполнение то, что было предопределено при изгнании прародителей из рая Живить семя от жены, которая поразит змея в главу Христос был зачат в очреве Девы, родился, взял на себя тяжесть греха всего человечества и сразился с грехом Подвигоположник и человечество научил, как можно отличать добро от зла и как вести борьбу с дьяволом Всепобеждающий он сам предварительно победил всю силу вражью, чтобы человеку стало ясно, как бороться и побеждать демонов и свои злые, бесоподобные страсти Сатана, вселившись в сердце, скрывается в нем, объятом тьмой у страстей, и услаждается страданием человека, обычно действуя так, чтобы смущать его и не быть узнанным, не обнаружить своего местопребывания Сатана, будучи убийцей из кони, нашептывает из сердца всякую злобу и сразу скрывается, а человек принимает это за свои собственные мысли На это и указывает Господь, говоря, что от сердца бы исходит помышление злая, помышления, которые скверняют ум и душу, лишают их естественно присущего им мирного устроения Противодействие злу необходимо начинать при первом его появлении, пока оно в зародыше Пока еще зло не укоренилось, оно отсекается легко, лишь бы его обнаружить А совершается такое отсечение сладчайшим именем Господа Иисуса Исходящее сердце зло порождается виновником зла дьяволом Дьявол же, листец и хитрец, средоточая всякой мерзости, обольщая человека помыслами, обещает каждому то, к чему тот имеет наиболее страстное влечение Будучи коварным хитрецом, дьявол подходит к человеку тонко и всегда превосходит тонкостью ум человеческий Скрывая свое присутствие, он выдает порождаемые им помыслы за мысли, принадлежащие самому человеку Обманутый человек становится всецелым пленником дьявола, оказываясь таким образом обреченным на вечную погибель, если только Господь не защитит человека своей благодатью Хитрость дьявола превосходит своей изощренностью ум человеческий И потому невозможно и бесполезно человеку своими силами бороться с дьяволом, действующим в сердце через страсти Невозможно, доколе не получит человек от Бога власть и силу наступать на силу вражию Но для этого нужно пройти всесторонний искус, стяжать опыт борьбы и победы над дьяволом через искушение, попускаемое благодатью Божией А это тогда лишь возможно, когда человек будет во всем шествовать за подвигоположником Христом, борясь и побеждая зло силой благодати Божией Который всегда действует через молитву Благодать охраняет молящегося, ведет его, с необходимой постепенностью подает полезное и уберегает от вреда Все человечество, как сказано выше, до пришествия Христа на землю, объято было мраком неведения И люди умирали во тьме, не зная истины, угнетаемые дьяволом, порождающим зло в сердцах их Христос, своей смертью поправ смерть, разрушил темницу ада Даровал всем желающим возможность с его помощью спастись и, как всемогущий, вывел из ада всех содержавшихся там верных После этого все святые отцы, сознавая немость человеческую, видя всемогущую силу Божию, побеждающую зло с ее виновником и водителем Желая следовать Христу во исполнении воли Отца Небесного, зная по указанию Господню, откуда зло приемлет свое начало, сами своей силой к делу спасения не приступали Все они спасение свое совершали силой Божьей благодати, восставая против зла в самый момент зарождения его, уничтожая его силой имени сладчайшего Иисуса Христа Господь, постоянно призываемый в молитве, побеждает зло, умиротворяет дух человека, восстанавливает внутреннюю тишину и располагает ум к дальнейшему пребыванию в молитве Далее и пойдет речь о том, как безупречно действовать именем Господа Иисуса Христа против всякого зла, тем именем, которым все святые отцы побеждали в битве с дьяволом Молитв в святой церкви много, и все они сильны на отгнание супостата, но сила молитвы зависит от силы ума, от опыта в распознании хитростей врага, в развлечении добра и зла, зависит она и от способности не развлекаться в молитве Ум слабый, подобный нашему, собрать внимание свое в молитвословии почти не способен, так как привыкнув к жизни чувственной, он и во время молитвы мечтает о свойственных ему вещах чувственных, отчего человек лишь телом и коне предстоит А ум и сердце его витают не весть где Внимание, не привыкшее удерживаться в молитве, расхищается, ум не способен владеть собою, язык не может свободно произносить слова молитвы по причине разнообразия и множества этих слов Дело не идет, а если и движется, то слишком медленно Зная все это, святые отцы, наставники и делатели истинного покаяния избрали себе главным оружием немногословную молитву Иисусову, полученную от Духа Святого, отдавая ей преимущество перед всеми иными Все существующие в православной церкви молитвы действенны и спасительны, но молитва «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного», содержащая в себе имя Господа Христа и мольбу кающего согрешника, всегда привлекала к себе умы спасающихся Некоторые из святых отцов непрестанно творили иные короткие молитвы, но большинство занималось по преимуществу молитвой Иисусовой Всякой, желающей работать Господу в делании молитвы Иисусовой, может по причине ее краткости, трудясь, усвоить свободное молитвословие без принуждения языка, которое постепенно привлечет к себе и ум, и чувство Суть делания этой молитвы заключается в том, чтобы отгонять всякую мысль, являющуюся из сердца, и вместе с тем не допускать проникновения в сердце, приходящих извне греховных помыслов и желаний Чтобы приучить память, всегда предстоять Богу вездесущему, а ум – постоянно читать молитву и внимать лишь ей одной, вместо всех иных, даже естественной для него мысли Это и приводит со временем к тому, чего око не видя и ухо не слыша и на сердце человеку не вздуша Через это делание сердце человеческое устрояется в обитель Пресвятой Троицы Делание молитвы Иисусовой, называемое святыми отцами трезвением, должно быть неотъемлемой сутью монашеской жизни Оно необходимо также и для всех мирян, ибо без памятования Бога спастись никому невозможно Такое простое, казалось бы, дело, как чтение короткой молитвы, в действительности является не столь уж простым Молитва имеет разные виды или степени, которые именуются словесной, умной, деятельной, умно-сердечной, деятельной, умно-сердечной, самодвижной, умно-сердечной, чистой, зрительной На каждой степени нужны разъяснения опытного лица Осведомленность здесь весьма важна, ибо через умное делание Господь устраивает наше спасение Подавая человеку через молитву в нужное время от благодати своей все необходимое Велика нужда в опытном знающем наставнике, в учителе-старце, прошедшем не только начальной степени молитвы, но и молитву зрительную Который мог бы свободно и неуязвимо провести ученика через все искушения Искусный опытно знает, какие искушения и в какое время могут посещать спасающегося Он всякое искушение предупредит наставлением, укажет, что и как делать во избежание ошибки Пояснит, как распознать дьявольскую хитрость при нападении демонов слева и при подходе под видом добра с правой стороны Но, увы, одни не имеют времени и желания достойно упражняться умом, словом и сердцем в этом великом делании Другие, имея желание, не знают, как и приступить к нему Иные же приступают, но действуют чувственно Упражняясь умом плотским, живя своевольно, по собственному разумению, одумают о себе при этом, что проводят жизнь духовную Таковы и не ведают, что истинно духовная жизнь начинается по великой милости Божией лишь тогда, когда человек всецело предаст себя волю Божию А это становится возможным только после очищения ума от помрачения и очищения души от страстей До этих пор человек живет не духовно, а мудрованием человеческим, знанием ума плотского, даже если он знает всю теорию христианского богословия и велик в глазах людей Такие нередко запутываются в сетях прельщения плотского ума, и, что хуже всего, истинных носителей духовного разума считают неправомыслящими Такие, молясь по молитвослову, считают делателей умной молитвы невеждами и впавшими в прелесть, но, по сути, сами прельщены и невежды Шествие их не ко спасению, а от него Древние святые отцы, великие творцы умного делания, писали о молитве Иисусовой много, но они начинают с описания высоких степеней созерцательной молитвы, пишут о молитве умной, сердечной, самодвижной, опуская предыдущие, начальные уровни Только редкие из них касаются молитвы умной, сердечной, деятельной и сопровождающих ее мечтательных искушений При этом все отцы пишут кратко и прикровенно, и вот по какой причине Когда святые отцы писали об Иисусовой молитве, тогда опытно знающих делателей было много и не было нужды подробно описывать начальные стадии, так как было кому наставить Кроме того, прочесть писание мог и неподготовленный человек, а пользу извлечь мог лишь готовый Потому отцы писали кратко и прикровенно, готовый и в кратком описании поймет нужное, а не готовый не повредит разума своего Не все понимают, что молитва духовная начинает действовать в человеке только после того, как он приступает ко всецелому исполнению воли Божьей До этих пор молитва бывает лишь деятельной Горько ошибается тот, кто принимает ее за духовную Если не оконченное еще делание плотского ума принимается за духовное, то это есть прельщение и горе В настоящее время опытных делателей почти не осталось Всякий, выжелавший творить молитву, уже в самом начале подвергается сомнениям в правильности и успешности своих действий Потрудившись немного и не усмотрев желанных плодов, он оставляет это священное дело, а иногда даже и хулит его Так удаляется человек от обладания небесным разумом, явленным на земле Христом, воссия мир и свет разума А утрата эта обрекает на погружение в тот умственный мрак, в котором человечество пребывало до пришествия Христа Когда утрачена способность разумно славить Бога, тогда слова словят одним языком, а слова без участия разума не разжигают сердце, но угошают его Так я при всей моей немощи, плача и сокрушаясь от бессилия своего, все же сильно желал, чтобы продолжалось разумное прославление Бога Чтобы не уменьшалось, а росло число уготавляющих свои сердца в жилище Богу Всем, жаждущим истину славить Бога, я дерзнул предложить сии слова не в качестве наставления, ибо вы сами разумнее меня, но в виде братского совета делясь тем, что имею победности моей Не полагаясь на свои силы, а лишь надеясь на всемогущую силу Господа моего, отринув собственное мудрование и все, что не имеет подтверждений в Священном Писании И в богодухновенных писаниях святых отцов, изведавших опытом жизнь покаяния, излагаю все то, в чем и сам мне, когда имел великую потребность, нуждаясь буквально в каждом слове здесь ныне писанном Конечно, излагается не все, а лишь самое главное, то, с чем приходится встречаться каждому делателю покаяния, излагается самая суть, потребная всем А все, что бывает помимо описанного здесь, является второстепенным и гибелью души не грозит Прими, Господи, труд сей к славе имени Твоего Святого, и, вразумив на дело сие, помози совершите его достойного спасения душ, жаждущих правды Твоей Аще приступаешь работать и, Господи, и Богу, уготови душу Твою во искушение Книга Иисуса Сына Сирахова, глава 2, стих 1 Знай, что если пойдешь вслед за Господом, последуешь Его божественному учению, то на этом пути встретят тебя искушение Плоть, мир и дьявол твои враги, но не менее их ты и сам себе бываешь врагом Отныне, отказываясь следовать влечениям Своей воли, ты расстаешься с мирной жизнью, и непрестанная борьба становится Твоим и делом Приступая к деланию молитвы Иисусовой, уготовься не к мирному жительству, но к перенесению всевозможных скорбей, причиняемых плотью, миром, дьяволом и собственным самолюбием Скорби приходят извне и изнутри, но натиск их сдерживается благодатью Божией, не позволяющая огорчать спасающегося страдальца более, нежели он способен перенести Скорби попускаются благодатью по мере крепости ума и души спасающегося, а не по воле ехидствующих бесов Под таким руководством благодати человек приобретает терпение, обучается преданности воле Божией, дабы не унывать в последующей брани Он обретает опыт, учася усердно прибегать к молитве и получает через искус знание и мудрость Если хочешь ты, брат или сестра, стяжать непрестанное памятование о Боге и в молитве беседовать с ним непрестанно, как с другом, лицом к лицу Тогда молись, чтобы Господь послал тебе наставника неприлеченного, опытно знающего великое дело молитвы покаянной, испытанного в бранях Опытные наставники очень редки, но благодатью Господней еще сохраняются, еще существуют и до нашего времени Поищи опытного усердно, попроси у Бога со слезами, дабы Он указал тебе такового, знающего путь покаяния незаблудный Но помни, брат или сестра, что искать чудотворца никак не следует Не на внешний смотри, но ищи истинно знающего духовную жизнь и духовную брань, имеющего разум духовный, прозревшего тайны Царства Небесного Такого, который бы мог тебя ввести в Царство Божие внутри тебя сущее, который сам прошел все искушения И познал всякую лесть сатанинскую со всеми уловками дьявола Такой муж духовный знает про тяжесть сердечную, бывающую от страстей и волнуемых дьяволом Знает и может помочь во всякой скорби, может избавить от всякой тяжести, рождаемой смущением Имей только твердую веру такому человеку, по подобию веры в Бога, ибо таковой водительствуется самим Богом Если такого наставника укажет тебе Господь, то прилепись к нему всем сердцем твоим И не дерзни когда-либо изменить ему или прислушаться слова его Имей его за самого Христа и знай, что святые отцы об этом сказали так Если увидишь своего наставника спящим или лежащим, едящим или пьющим, беседующим или иное, что творящим По малодушию твоему не должен ты соблазняться, ибо он за дело свое угоден Богу, и подобное ему не вредит Строго знай, что он судья дел твоих, а не ты его Ты имеешь нужду в нем, а не он в тебе Он несет немощи твои и терпит твое своеволие, а ты бываешь ему в тягость, каковое он несет по любви к тебе В нем, пришедшем к истинно духовному разуму, действует сам Бог, обитающий в его сердце А в воле его всегда бывает угодно Богу, так как живет он волей Божией Он, подобно святым апостолам, вершит дело спасения людей То, что не нравится, принимай от него, исполняй и храни, как незаменимую ценность Обличение, колкости и все стесняющее волю твою принимай от него с охоты, так как этим он врачует язвы души твоей И умерщвляет волю твою, воскрешает ум и душу твою от смерти греховной Такой наставник ум свой и душу свою уже воскресил силою Божией от смерти греховной Сердце свое очистил от страстей и от демонов Уготовил сердце свое к безысходному в нем пребыванию и триединого Бога И мы придем к нему и обитель у него сотворим Такой наставник есть мудрец из мудрецов, великий философ, даже если внешним наукам и не был обучен Он есть истинный богослов, непрестанно богословствующий, ибо он живет Богом по Божией Так говорят святые отцы, так указывают, благословляя пребывать под руководством опытного наставника Не имея себе никакой печали, а лишь беспрекословно исполняя все указанное им Ты же, наставник, отец, руководитель в мудрости духовной, проверь прежде всего себя самого Убедись, имеешь ли ты разум истинно духовный, разум, освященный Духом Святым Разум, утвержденный от Бога, дабы тебе, возможно, было с полным миром душевным в Боге пребывая С пользой поучать духовных чад тобою посомых, ведя их незаблудно тернистым путем покаяния к истинной мудрости Духа Если же ты, наставник, не обладаешь разумом истинным, но имеешь только истинное ведение, бывающее по всецелой преданности в волю Божию То и тогда можешь ты руководству от чад своих на пути покаяния Но в делах мудрости и истины духовной руководи лишь самим собою От руководства же другими в этом деле воздержись, так как не пришел ты еще в истинный разум Не имеющий ни истинного разума, ни истинного ведения, руководить другими не может Это было бы крайне опасно, ибо таковой еще только шествует в покаянии А тот, кто на пути покаяния, тот еще не достиг спасения Кто сам в пути, тот еще ошибается и нередко истину обращает в ложь, а ложь именует истиной Не достигший истинного ведения, не может учить других, даже если внешне он образован, как богослов Он сам находится под влиянием страстей, полностью им владеющих, как же может он кого-либо избавить от страстей Неразумеющий истины вместо пользы творит ученику великое препятствие Таковые часто сами считают себя достойными руководителями, но на деле ведут посом их в погибель И что еще хуже, считают подлинных учителей истины Божией запрельщенных Отлучая чад от опытных наставников, будучи сами полностью поражены прелестью страстей и греха Брат или сестра, если ты много и много умолял Бога даровать тебе наставника, но не получил всего Если искал и искал настойчиво всюду, но не обрел такового, ибо столь редки они в наши дни Не отчаивайся, от человека сия невозможно есть, от Бога же вся возможно Положившись на Бога с твердым намерением никак не отступать от избранного пути делания молитвы Твердо веруя, что Господь близ призывающих его Действуй согласно указанному здесь Господь, вразумив тебя побуждением к молитвенному труду, тем самым свидетельствует твое призвание к этому делу Оно Богу угодно, Он сам поможет положить начало, ведь это Он помогает всякий раз, когда произносится молитва, да и каждое отдельное слово молитвы прорекается с Его помощью Во все время делания молитвы, Ему угодно быть с тобою, и Он будет смотреть на тебя Всегда и всюду, своей благодатью, действующей в молитве, Он поддержит тебя Научит и вразумит, то бичуя, то милуя тебя Наказывая, Он проявляет свою отеческую любовь к тебе Он будет смотреть на то, как любишь ты Его Свидетельствуя о своей любви молитвенным памятованием о Нем По мере твоего самопринуждения к молитве Принуждая к внимательному пребыванию ума в ней Принуждение к участливому отношению сердца Господь будет помогать тебе своей благодатью усваивать молитву Будет помогать уклоняться от греха Делание это сопряжено с трудностями усвоения сыновней покорности Богу Но ты от этого не унывай, главное, не доходи до отчаяния и бездействия, не оставляй молитву Господь поможет тебе, и скорбь минует Если молитвенное дело начнет казаться тебе бесполезным, решительно отвергай подобные мысли, потому что не может быть молитвы, не приносящей пользы и плодов Кажущая собесплодность есть результат незнания Человек не понимает, в чем состоит плод молитвы, а плод, между тем, уже вызревает под действием благодати Через молитвенный труд взращиваются все добродетели в душе, и это происходит неприметно Дело человека состоит в том, чтобы молитву никогда не оставлять, по мере сил молитве внимать и нудить себя к этому труду А во всем остальном нужно возложить упование на Бога, ожидая милости от Него, и покоряться в воль его Тогда Господь, действуя в молитве своей благодатью, все нужное воздаст молящемуся, по мере его стараний В молитвенном деле большое значение имеет чистота молитвы и постоянство памяти о Господе возлюбленном Постепенно станет укрепляться внимание ума, что и составляет плод молитвы С усилением внимания человек начнет усматривать в себе все большее количество зла, исходящего из сердца, где обитает дьявол, возбуждающий страсти Зло проявляется в помыслах и желаниях, а ум, жаждущий спасения, не должен уделять никакого внимания помыслам, но пресекать их, внимая молитве, чем обессиливаются страсти Это и есть брань Человек, кающийся, плодов молитвы не замечает Так устраивается благодатью Божией втайне от человека для пользы его, ибо человек слишком падок на самомнение Молящемуся кажется, что он стоит на месте или кажется, что он становится еще хуже Он снова молится и опять видит свои кажущиеся неуспехи Помыслы вновь и вновь отгоняются молитвой В результате ум обнаруживает их все больше, и человек в такой бране начинает смиряться, научается предавать себя в волю Божию, а это и есть именно то, что требуется Все, что спасительно для человека, устраивается благодатью в ответ на доброе произволение человека ко спасению На его самопринуждение к молитве, а по мере принуждения достигаются и успехи, как в молитве, так и вообще на пути спасения Великое дело молитвы есть исполнение слов Христа, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие Ибо молитвенное делание приводит к полному перерождению всего человека силой благодати Человек лишь должен ни в коем случае не оставлять молитву Дьявол, тайно действующий в сердце, неимоверно боится внимательной молитвы, так как знает, что через это открываются человеческому уму все его хитрости Когда человек все более держится молитвой и имя Христово не отпускает от себя, то он убеждается, что жить без этого невозможно, иначе вражеские помыслы мгновенно овладевают умом и страсти порабощают его Гордиться человеку нечем, ибо всякое достижение успеха совершается не им, а благодатью Да и успехи эти не есть достижение духовных совершенств, а лишь очищение ума от помрачения, очищение души от страстей, обучение брани Не понимая того, человек всегда стремится к превозношению себя, не считаясь тем, что ум его объят тьмой неведения Так что ты, брат или сестра, прими все этого внимания, приступая к всему священному деланию, способному осветить и просветить человека Приступая к началу, определи посвятить молитвенному деланию всю свою жизнь, хотя и будет казаться, что это трудно Труден путь подвижничества, но сладок рай, и прекрасен жених души Христос Господь, а путь делания молитвы есть путь к нему Запомни, брат или сестра, что, как бы ни были велики искушения, сколь ужасными не казались бы они, ни в коем случае не отчаивайся и не унывай, а вместо того всегда внимай читаемой молитве Молитва именуется жезлом, опираясь на который человек твердо стоит, а если и уклониться в помыслы или желания, увлечется виденным во сне или чем-то из обыденного окружения То, вспомнив о молитве, возьмется за нее и обретет умиротворение, примирится с благодатью и вновь продолжит шествие вперед Святые отцы называют молитву, и в том числе и Иисусову, матерью добродетелей, и это потому, что, насколько преуспевает человек в молитве, настолько же совершается преуспеяние и в прочих добродетелях Молитва, подобно матери, питающей детей, питает все добродетели, почему дело немолитвенное и есть, по существу, сама спасительная жизнь, доводящая ум и душу до высшей премудрости Божией Когда молитва пронизана будет действием Духа Святого, тогда и все добродетели будут движимы Духом Святым, всего ради да потрудимся Человек, будучи занят молитвой, пребывает в памяти Божией, а память о Боге свидетельствует о любви к Богу Совершая молитву, человек всегда кается в грехах своих, сознавая себя грешником Творя молитву, человек борется со злом, но не своей ничтожной силой, а именем Божьим, признавая тем свою немощь и прославляя Божие могущества Молитва, открывая человеку око духовного ума, показывает ему согрешение его, таящееся в сердце, и немощи его, дабы человек пришел во смирение Познает человек немощи, бессилие свое в борьбе со злом, и начинает все усерднее держаться умом молитвы, все полнее предавать себя в волю Божию Вновь и вновь молитвенно призывая Бога на защиту от соперника своего дьявола, человек вспоминает о смерти, так как борьба с грехом неразлучна с памятью смертной Грех есть смерть, и мысль о грехе приводит к мысли о смерти, полагающей тело в землю Убеждаясь в том, что молитвой побеждается грех, человек через молитву научается мужеству Научая эту молитву и великодушию в перенесении скорбей, убеждая в том, что искушение и скорби становятся причиной последующего знания и спасения Так и все прочие добродетели, и даже сама любовь, возревают с помощью молитвы Святые отцы, великие творцы умного делания, созерцатели истинных тайн Божьих, нарекли молитву жезлом и с убеждением пояснили Кто обопрется на жезл молитву, тот не упадет, а если упадет, не разобьется, но встанет и дальше пойдет Таково свидетельство святых, и пока сатана всячески ищет, как привести душу в смущение Пусть человек умом пребывает в молитве и остается спокоен Так как, внимая молитве, он побеждает врага, достигает успеха и мирно шествует дальше движимой молитвой Что и моей скудости, при всей моей всевозможной немощи и неразумии, испытать на себе пришлось множество раз Молитва словесная Начинается делание молитвы Иисусовой, как и любое иное моление, с того, чтобы творить молитву слову «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного» Так взывает человек к Богу по несколько раз при чтении правила утреннего и вечернего Или просто всегда и везде, во всяком положении и на всяком месте, поступая так, как укажет Отец Духовный Если же нет Отца, то надлежит стараться везде и всегда пребывать с молитвой К правилу, читаемому по молитвеннику утром и вечером, можно добавлять сотен по пять молитв Иисусовых Читай по возможности со вниманием, делая так Перед правилом клади тридцать три поклона земных Когда же станешь читать молитву Иисусову, то после каждой сотни клади по три поклона земных А после каждого десятка один поясной По окончании же всего правила снова тридцать три поклона земных Когда силы слабые, можно земных поклонов не класть Или заменять их поясными, или просто перекреститься и, внимая словам, без смущения продолжать молитву Перед праздниками и в празднике также можно земные поклоны заменять поясными Если возникнет потребность прибавить к пятистам молитв еще сотню, две, три, четыре, пять Можно прибавить, а из того, что читается по книге, уменьшить Можешь творить по тысяче и утром, и вечером Если появится еще большая нужда в молитве, тогда еще прибавляй, а из считаемого по книге убавляй Если явится усиленное желание и внутренняя потребность творить молитву Иисусову вместо утреннего и вечернего правила То не перебивай это желание От правила, читаемого по молитвеннику, можешь оставить молитвы утренние и вечерние, а все остальное опустить, дабы совершенствовался навык в молитве Иисусовой Так постепенно начнет собираться ум и увлекаться в молитвенное чувство Между правилами всячески заботься не оставлять Иисусову молитву Для этого приспосабливайся, изыскивая всякую возможность избегать многословия и, соответственно, устраивая свои внешние дела и жизнь Дело это, казалось бы, нетрудное Что может быть легче, как повторять одни и те же слова коротенькой молитвы, но на практике оно оказывается не так просто Душа, отвыкшая помнить о Боге, проводившая ранее вместо Бога предстояния жизнь чувственную Продолжает увлекаться разнообразием впечатлений, хранимых памятью, воспринятых через зрение, слух, обоняние, вкус и осязание Ум следует за памятью, подобно рабу, так как все то во внутреннем человеке, что должно быть под управлением ума, включая и пять внешних чувств, возобладало над умом Внешние чувства служат проводниками того, что запечатлевается в памяти, а впечатления эти пленяют и содержат в своей власти и ум, и сердце В то время как ум и сердце, драгоценные средоточия сути человеческого существа, предназначены Богом быть жилищем его Когда человек погружается умом и сердцем во впечатление, начинает руководиться чувствами, тогда душа его начинает жить жизнью ниже естественной, страстной Когда чувства господствуют над умом, тогда ум, порабощенный похотениями, утрачивает свободу, полученную в великий дар от Бога и приводит в полное расстройство всего внутреннего человека Чувства, не привыкшие бодрствовать и соучаствовать в молитве, увлекаются всем, что только может быть воспринято изнутри и извне Человек при таком внутреннем беспорядке не способен к трезвению, к духовному посту Он при всем желании не сможет обуздать ни ум, ни чувства Все в нем пришло в расстройство от бестрезвенной, невнимательной жизни По этой причине человек, приступая к молитвенному деланию, с самого начала должен быть готов вести борьбу со всем строем своей прежней жизни Чтобы с помощью благодати полностью переродиться, избавиться от всего неестественного в себе Читает человек молитву и отвлекается, снова читает и отвлекается, и опять вспоминает о ней, и опять читает Вновь и вновь утрачивает человека молитву, увлекаясь то ранее запечатленным в памяти, то новыми восприятиями, приходящими извне Хранимые сердцем воспоминания восстают и приходят на ум в виде помыслов, а тут уже не замедлит подоспеть и дьявол, подмешивая к ним что-либо свое Но если только человек решился на внимательное к себе отношение, то лишь начав, он уже начнет обнаруживать, что творится в его внутреннем мире По мере возрастания внимания, по мере молитвенной деятельности ума, все более удается удерживать чувства от развлеченности, все яснее усматривается исходящее из сердца через помыслы злоба И это является уже некоторым плодом молитвы Сколько бы ни отвлекалось внимание помыслами, как бы ни слаба была молитва, приходить от этого в бездействие не следует Оставлять молитву человек не должен, напротив, все более и более должен ревновать о ней, дабы очистить сердце от гноя греховного Сколько бы ум не забывал молитву, вспоминай и снова делай и делай По мере самопринуждения, Господь забвение твое будет уменьшать, а внимание твое станет хотя бы и очень медленно, но усиливаться Чем больше времени ум человеческий придается молитве, тем вернее он приближается Господом к деланию ангельскому, ко вкушению пищи молитвенной Всегда будь занят молитвой, днем, ночью, вечером, утром, находясь дома и вне его, в пути и за делом, стоя, на ходу, лежа и сидя, во время правила и помимо всех правил Всегда совершай молитву И вот почему Как страсть, так и добродетель, вкореняются в человеке от навыка Одно и то же доброе дело, будучи повторяемо, усваивается от повтора, становится привычкой и делается без принуждения, как нечто естественное Так и повторяемый грех образует страсть А страсть, пришедшая в силу, увлекает грешить по привычке и, уподобившись свойству естественному, принуждает человека к греху даже против его желания Молитва Иисусова, как и прочие добродетели, нуждается в навыке Человеку нужно стараться через самопринуждение всегда и в радости и в скорбях пребывать в молитве По мере принуждения устраивается с помощью благодати Божий навык, человек укрепляется на предстоящий молитвенный подвиг Навык делания молитвы приобретается постоянством произношения молитвенных слов Молитва словесная нуждается в количестве, множестве Возможно, большее число раз следует прочитывать молитву в течение суток В дальнейшем, хотя и не сразу, количество будет возрастать в зависимости от внимания и усердия молящегося ума Во время делания словесной молитвы дьявол, плоть и мир действуют извне и изнутри, отвлекая ум от молитвы Борись против умнозримого зла с помощью самой молитвы, внимай ей и тем отгоняй прочь всякое зло Молитвой полагается начало борьбы со злом и грехом, молитвой обретается силой для брани Своей собственной силой бороться с дьяволом и грехом невозможно Внешняя жизнь человека при прохождении молитвы Иисусовой словесной должна проходить так В каких бы обстоятельствах ни пребывал делатель молитвы, какую бы должность ни занимал, какое бы ни проходил послушание Во всяком своем положении он должен стремиться к уединению и как можно меньше говорить, храня уста Молчащими устами молитва творится больше и удобнее Следует всегда помнить, что сам Бог смотрит на подвязающегося Обиды и оскорбления нужно переносить терпеливо и все, безусловно, прощать Будучи оскорбленным, не злопамятствовать Время от времени из глубины сердечной воздохнуть со словами мытаря «Боже, милости, в будем негрешному» и к Матери Божией «Матерь Божия, не остави меня грешного» и к Ангелу-Хранителю подобным же образом И продолжать непрестанно делать и делать молитву Иисусову В свободное от трудов и послушании время Или когда ум утомится от напряжения молитвенного Нужно читать душеполезные книги Хорошо читать жития святых и подвижников благочестия, спасавшихся в последние времена Святое Евангелие, деяния и послания святых апостолов Великих же книг, в которых говорится о жизни истинно созерцательной Касаться в это время не безобидно, лучше их до времени не читать Чтение их в неискусившемся уме может порождать непосильные скорби От которых ум слабеет и не может не только написанное исполнить Но и того, что по силам становится неспособен совершить Сильно смущается и даже унывает, удаляя себя от присутствия благодати Божией Книг, не побуждающих к исправлению нравственности То есть нерелигиозного содержания, совсем не следует читать в это время Имея всецело заботу о своем нравоисправлении, надеясь на помощь, действующей в молитве благодати Сон должен быть 6-7 часов, если обладаешь силами и здоровьем А при болезненности или слабости можно спать до 8 часов в сутки Так поступай до времени, когда сама молитва узаконит продолжительность сна И сколько она позволит, столько и отдохнешь Столь продолжительный 6-7-8 часов отдых Нужен потому, что молитва Иисусова требует отмолящегося напряженной деятельности ума А это возможно лишь, когда ум подкрепляется отдыхом Иначе ум бессилен молиться внимательно Питаться следует всегда с воздержанием Это означает, выходя из-за стола, чувствуя, что немного недоел, что не совсем сыт Так же приучая себя к воздержанию и в питье Хмельного вовсе не употребляй, дабы не разгорячать похоть и блудную страсть Содержащего много жиров вкушай мало, чтобы не огорчать себя блудным похотением И отягчением желудка, располагающим ум к сонливости и бездеятельности Пищу вкушай больше постную, удобоваримую Благодаря Богу за его милость и твердо верую, что питательность, содержащаяся в постной пище Вполне достаточной для поддержания жизни твоего организма и для делания молитвы Приготовление пищи имей простое, избегая изысканности Деловые отношения и вообще весь образ жизни нужно до предела упростить Так, чтобы не было поводов для лишних забот о внешнем, чтобы избегать отвлечения и рассеивания ума Помни, что человек на земле живет подобно гостю или страннику Переночевал и поспешай в вечность, где нужно будет дать ответ за прожитую на земле жизнь Ничем земным, хотя бы и очень важным не увлекайся Земля не место для жизни, а лишь место для подготовки к жизни вечной Твердо усвои то, что человеку на земле определено скорбеть, а не радоваться В мире скорб не будете Субтитры создавал DimaTorzok